Бильярдный физкульт привет! Если вы играете в колхоз или колбасу, для вас новые программы по темам отыгрыш и свояк. Тренировки рассчитаны на уровень начинающий и любитель. Вы узнаете простые алгоритмы отыгрышей в американку и московскую пирамиду. Получите уверенность в позиционной игре. Начнете видеть геометрию стола, правильные резки и размер удара. Начнете чаще ставить биток на короткий борт и в зону лузы. Получите задание по прокачке чувства свояка с усилением результата минимум на 50%. Потренируйтесь по нашим программам, всего две тренировки и вы ощутите результат и разницу в игре. А теперь смотрите фрагмент из урока по отыгрышу. Следующий удар, который важно вам отработать в московскую пирамиду, а также для игр одним шаром, это два шара, которые стоят друг напротив друга вдоль длинного борта. Здесь есть два варианта, как можно выполнять этот удар. Первый вариант ставить прицельный шар на короткий борт, а свой возвращать от двух бортов к себе. Либо прицельный шар ставить от двух бортов, от длинного короткого к длинному и биток ставить опять в зону лузы. Я покажу два варианта. Первый вариант покажу, который непростой. Прицельный шар ставим на короткий борт. Попадание тоньше, вращение естественно больше. Это первый вариант. А теперь я покажу, какие бывают ошибки при выполнении этого удара. Если вы попадете очень толсто, ну толще чем надо, тогда шар может выкатиться на угловую лузу для свояка. Смотрите, как это может быть. Вот раз, и он выезжает на свояк, на чужой, просто на игру выезжает. Это если вы попадете толще, чем надо. А если попадете тоньше, чем надо, тоже может быть такое, что даже если шар стоит повыше, если вы попадаете слишком тонко, шар может подняться тоже для свояка. Ну как-то так вот, поднимается шарик и есть игра. И этот можно шар не докатить, когда надо. Сейчас он докатился, но тем не менее, есть все равно вероятность какая-то атаки. Поэтому такой удар не совсем прям приятный. Вот. И второй вариант, более надежный, чтобы не было таких приколов, как тонко попаду, толсто. Есть 99% успешный отыгрыш, когда вы сыграете так, что прицельный шар сделает два борта и приедет на другую сторону. Даже если вы будете ошибаться по размеру удара, все равно здесь есть места для разгона. То есть вы можете брать любой диапазон, практически там плюс-минус, там даже в пол борта, ошибаться даже в борт силу и за это вам ничего не будет. Попадаю в одну треть размер удара, правильный. И смотрите, как прицельный шар идет на борт длинный, а биток приезжает к себе. Я сейчас могу ударить силу три борта. Сильнее ударю специально. Смотрите, что будет. У меня биток будет, естественно, уходить дальше. Видите, прицельный шар коснулся борта. Биток дальше проехал и ошибки нет. Даже можно еще сильнее было бы бить. Все равно ошибки не будет. Если вам был полезен этот урок, принимайте развивающее решение. Обучайтесь по видеокурсам и программам вместе с нами в нашей онлайн-школе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok